Вы смотрите отзыв об отеле Aldemar Olympian Village. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Сачо, который был в нем в 2013 году. Этот рассказ может оказаться весьма полезным для туристов, реально рассматривающих комплекс отелей Aldemar на Пелопонесе для своего отдыха. Любителям страшилок об отелях и людям, которых пугают длинные тексты без картинок можно дальше не читать. Для достоверности, туроператор Муза Нидис Тревел. Заявка Пил 13073А. Дата тура 1370-2013, 2870-2013, номер в отеле 410. Это уже третья поездка в отель сети Aldemar подряд. До этого были две в комплекс НАУ. Родос, в 2011-2012 годг, кому интересно можно почитать мои отзывы по ссылкам. Обращу ваше внимание на то, что в фотоальбоме к рассказу представлено гораздо больше фотографий, чем в теле самого отзыва. Перелет авиакомпании Вим Овле особых нареканий не вызвал, кроме небольшой задержки рейса. Малюсенький аэропорт Аракса с единственной будкой таможенника энтузиазма не добавлял. Отстояв в нее огромную очередь и получив багаж, поехали к конечной цели нашего путешествия – отелем. Aldemar Olympian Village и Aldemar Royal Olympian. Почти весь самолет отправлялся на отдых именно туда. По дороге, как обычно, выслушали рассказ об экскурсиях и водную информацию по стране. Расселяли довольно долго, но претензий нет, прибыли мы в отель в полдень. Номер получили в 14.00. Как и положено. Причем народ в простые даблы-эф расселили мгновенно, а вот сьюты и номеры с видом на море были в дефиците. Справедливости ради отмечу, что всем тут же выдали браслеты, приветственные напитки и можно было отправляться обедать, что мы и сделали. Все это время на Red Seception было несколько девушек из Мазинидиса. Помогали, решали проблемы с номерами, переводили и т.д. Они не отошли, пока не заселили последнего туриста. Молодцы. Чемоданы привезли в номер по наклеенной нами наклейке еще раньше, чем мы туда дошли. Кстати, на Red Seception всегда есть русскоязычный персонал. В крайнем случае в холле-отеле есть стойки всех основных туроператоров. Музинидис Тревел, Тесс, Южный Крест, Амотис. С утра до вечера можно получить любую помощь и информацию. Девочки из Музинидиса работают без перерыва. С утра и до позднего вечера, просто меняются иногда. Остальные работают в определенные часы. Это большой плюс и отелю и туроператору. Номер сьют с видом на море понравился. Бронировали вид на сад, но отель сделал апгрейд. Две большие комнаты, кол и спальня. Мебель приличная, два телевизора, панели небольшой холодильник, музыкальный центр, удобная кровать, приятная, чистое белье, чистая сантехника, ванна и душевая кабинка. Вместительные шкафы и комоды, сейф бесплатно. На полу ковролин чистый. Кондиционеры с раздельным кондиционированием по комнатам. Огромный широкий балкон со столом и тремя креслами. Шумоизоляция между номерами отличная, чего не скажешь о звуке вечерней анимации и дискотеке до полуночи. Слышно не сильно, но для тех, кто привык рано ложиться и засыпать в тишине, это может быть небольшой проблемой. У нас с этим проблем не было. Мы люди активные и, приходя в номер вечером, падали без задних ног. Вид с балкона потрясающий. Но что еще нужно для отправной точки отдыха? Территория отеля огромная, зеленая и ухоженная. Везде чисто, даже в укромных закоулках. Цветет и благоухает. Она просто огромная. Мы сразу же пошли в прокатный пункт велосипедов. Есть в отеле место, где без велосипеда до вечерней анимации идти минут 10. Также, например, из виллдж до детского клуба и детской площадки. До футбольного поля и кортов тоже далековато. По ценам детский велосипед 16-20 обойдется 6 евро в день. За три дня 15 евро, неделя 30 евро, взрослые 24, почти вдвое дороже. Ну а для любителей пеших прогулок и сжигания лишних калорий весь комплекс опутан с сетью дорожек. Мало кто пользовался в отеле такой бесплатной услугой, как вызов по телефону электрокара. К концу отдыха мы вовсю их эксплуатировали, чтобы добраться до футбольного поля и обратно. Просто говорили время, когда нас нужно забрать. На территории отеля есть небольшой, симпатичный торговый центр, несколько сувенирных магазинов, магазинчиков с промтоварами и мини-маркет с продуктами, меховой салон. Для всех, кого интересует шубная тема, я напишу в конце рассказа поподробнее, поскольку немного разбираюсь в этой тематике. Мои рассказы о покупках шуб в ОА и Греции можно почитать тут. Из спортивных сооружений несколько теннисных кортов, вечно пустых. И можно просто записать свое имя в табличку очередности и прийти указанному времени, но судя по записям, любители тенниса выбирают другие отели для отдыха. Можно взять ракетки и мячи напрокат. Футбольное поле половина стандартного размера, с натуральным газоном, немного неровное и качковатое, но поиграть можно. Пляжный волейбол и пляжный футбол, естественно на пляже. Настольный теннис, ботча, дартс и т.д. В наличии всегда доступны. К этому можно добавить аквааэробику, которую проводит девушка Линда из Латвии, молодец, фитнес на свежем воздухе и что-то вроде йоги. В полдень аниматоры у главного бассейна проводят интересные конкурсы и соревнования. И дети и взрослые с удовольствием принимали участие. Есть тренажерный зал, только нужна спортивная обувь. Босиком и в шлепках не пускают. Добавить сюда велосипед. Пробежки вдоль пляжа и водные виды спорта и можно смело написать, что кому действительно нужен спорт, тот его найдет. Пляж можно отнести к одному из огромных достоинств отеля. Широченная полоса мелкого песка вдоль всей территории отеля. Заход в воду для детей идеальный. Расстояние между лежаками комфортное. Ни разу за две недели, кроме первого утра, не ходили специально занимать место рано утром, хотя с балкона видел несколько раз картину, как в 7 часов кто-то бежит с полотенцами на пляж. Но таких было немного. Наверное, только что приехавшие и начитавшиеся страшилок. Я сам после отеля на Радосе рванул в первый день с петухами. А так, раз пять просто закидывали полотенца на пляж до завтрака, часов в 08.30. Примерно остальное время приходили после него и всегда находили место, пусть и не в первом или втором рядах. А вечером вообще полно было свободных лежаков. Уж не знаю, что за катаклизм постиг многих авторов некоторых предыдущих отзывов, что им не хватало мест. Мы, наверное, отдыхали в разных отелях. Бассейнов в комплексе огромное количество, но реально вы сможете пользоваться четырьмя. Остальные приватные. Бассейны не забитые людьми и их вполне хватает. Все чистенькие с проточной водой. Немного красятся пятки в голубой цвет, если сильно тереть, а так все замечательно. Есть длинная веселая горка. Работает с 10, 00 до 18, 00. Причем, выход на горку был прямо с нашего этажа, в 10 метрах от двери номера, в конце коридора. Первую неделю так и спускался на пляж с сынишкой. Потом дверь в коридор заперли, наверное, из-за того, что на горку очень удобно было подниматься через холл на лифте и народ стал этим злоупотреблять, заливая водой все вокруг и бегая по отелю, в плавках и купальниках. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.